В этот день 1 ноября родились князь Дмитрий Пожарский, один из лидеров народного ополчения. В 1612 году он освободил Москву от польских войск. Великая княгиня Елизавета Федоровна, урожденная Елизаветой Александровой Луизой Алисой Гессендером-Штатская. Она прославлена в реке святых. 1 ноября 1668 года черниговский князь Святослав Ярославич дал решительный бой вторшимся силам половцев на реке Смог. Авары, торки, печенеги, угры, хазары. Через южно-русские степи уже к 11 веку прошло множество кочевых племен. Многие из них суровые войны, которые беспокоили не одно поколение славян, что жили на границе за степью. В 1050-е годы киевские, черниговские и переславские земли встретили новую угрозу. Половцы. Они стали новыми хозяевами степных пространств от Дуная до Волги. Лето 1068 года было для русских князей холодным душем. В битве на реке Альта половцы разбили отборные полки сыновей покойного Ярослава Мудрого. Князья были унижены, а стольный Киев даже восстал против своего правителя Изяслава. Киевляне свергли того, кто не хотел дальше давать отпор врагу. Вот, половцы расселись по всей земле. Дай княжи, орудий и коней, и мы еще раз сразимся с ними. Такие слова донесла до нас летопись. Гораздо большую решительность проявил младший брат Святослав. Хотя он в своем Чернигове мог собрать гораздо меньше воинов, чем Киев или тем более половцы. Он выступил навстречу врагу. И они припустили коней и одолел Святослав со своими тремя тысячами, а половцев было 12 тысяч. Часть их тут же и перебили, а другие утонули в Снове, а князя их взяли живыми. Вот так даже пленили половецкого предводителя. Битва на реке Снов стала первой такой решающей победой Руси над половцами. Потом, начатая Святославом, продолжит его племянник Владимир Мономах. Но это будет позже. 1 ноября 1612 года бойцы народного ополчения под руководством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой в Москве наступил в Кремль. 1 ноября 1773 года прошло открытие горного училища в Петербурге, ныне Горный институт имени Приханова. 1 ноября 1624 года на заводе АМО выпущен первый грузовой автомобиль из отечественных деталей. 1 ноября 1659 года в Ленинграде открыт первый в СССР дворец бракосочетания. В области брака близится революция, созвучная пролетарской. Так пообещал вождь революции Ленин вскоре после прихода к власти. И в общем-то обещание сдержал. Уже в декабре 17-го года вышел декрет о гражданском браке, о детях и о введении книг, актов, состояния, который внес массу перемен в важнейшую часть жизни советских людей. Раньше брак был делом церкви. Обряд венчания, его регистрация, все проходило в соответствии с давними христианскими традициями. Теперь появились отделы ЗАГС, а из великого таинства попытались сделать какую-то скучную бюрократическую процедуру. Однако прежние традиции пробивались сквозь большевистские установки. Даже в 20-е и 30-е годы на свадьбах сохранялись кольца, особая торжественность. К 1950-м годам советская власть сдалась. И вот в 59-м году в Ленинграде появился первый дворец бракозачитания, где советские люди с особой помпой могли наконец-то предаться браку. И кольца, и торжественная клятва, все почти как встарь. Видимо, из совсем нового традиция носить мужу-жену на руках, как говорят, чтобы ее белые туфельки не пачкала грязь. Ну и кукла на машине невесты, это тоже что-то из новомодного. До нас дошли имена первых брачующихся в ленинградском дворце, инженер Михаил Назаров и фрезеровщица Любовь Федорова. С них пошли новые советские традиции свадеб, а дворцы бракозачитаний стали плодиться по Союзу, как грибы после дождя. 1 ноября 1777 года Ту-144 выполнил первый коммерческий рейс. Советский Союз не привык ни в чем уступать капиталистическим партнерам. Поэтому, когда стало известно, что сразу несколько стран Европы работают над общим проектом реактивного пассажирского самолета «Конкорд», в СССР взялись за свой аналог. В 1963 году вышло постановление Совмина о создании УКБ Туполева СПС Ту-144 с четырьмя реактивными двигателями и о постройке партии таких самолетов. В сформулированных требованиях значилось скорость до 2700 км в час, дальность полета на 4500 км. Оба проекта и советские зарубежные были чрезвычайно сложными. Первый полет новый Ту совершил в 1968 году, а первый регулярный рейс только 9 лет спустя. Машина показывала себя весьма ненадежной. Вскоре на очередных испытаниях разрушился топливопровод и загорелся двигатель. Аварии сопровождали и полеты «Конкорда». В конце концов, от полетов и советского, и французского реактивных самолетов просто отказались. Таким был этот день 1 ноября.